А какие перспективы как раз в том, что касается российских ударов, какие перспективы на зиму? Я понимаю, что это очень сильно зависит и от самих российских ударов, и от стойкости системы, но как вы оцениваете? Сегодня было неплохое, скажем так, мы постоянно на уровне президента проходят энергетические штабы, но заседания энергетических штабов, постоянно на разных уровнях обсуждаем, скажем так, адаптивность нашей энергетической системы, то есть при нанесении тех или иных разрушений, частичных или полных, как быстро мы можем восстанавливать объединенную систему, как быстро мы можем ликвидировать дефициты электроэнергии в системе, как быстро мы сможем, условно говоря, перестроить, если там одна область тотально пострадала, например, Киевская область, как быстро мы сможем там параллельно запараллелить систему и перекинуть с другой области. И вот сегодня неплохой был анализ сделан компания ДТЭК, господин Тимченко, директор компании, сказал, что в принципе нельзя разрушить, полностью, тотально разрушить украинскую энергетическую систему, архитектуру, то есть она в любом случае имеет адаптивный запас прочности, достаточно высокий. Вопрос просто в том, что придется постоянно, практически круглосуточно, в течение ближайших месяцев, ремонтировать все, то есть искать возможность приобретения запасных частей. Кстати, Европейская комиссия практически официальный хаб делает сейчас для того, чтобы можно было и на государственном уровне, я имею в виду через национальные правительства, и через частные компании приобретать дополнительные части, дополнительное оборудование, в том числе и трансформаторы, готовые уже к эксплуатации, отказываясь от каких-то других контрактов и передавать их Украине, чтобы мы могли все время вот эту адаптивную функцию поддерживать. Но тут очень важный аспект. Под названием «А какая ресурсная возможность, ракетная ресурсная возможность у Российской Федерации?» Насколько я понимаю, они уже сейчас сняли с вот этого обязательного критического процента, там 30% неиссякаемой ресурсной возможности ракетной у них должно было оставаться по военной доктрине. Сейчас они практически в ноль пытаются использовать «Искандеры» и «Калибры», основные высокоточные ракеты, и, соответственно, у них несколько побольше ракет «Иксов» категории 101-555. И вот я так понимаю, что для нанесения вот этих каскадных ударов, ну то есть когда будет 50-60 ракет минимум использоваться, ну такой мощности у них там, наверное, 3-4 удара осталось. И, соответственно, мне кажется, что сейчас тактика России чуть поменялась, они ждут увеличения морозов, ну то есть глубины морозов, да, то есть грубо говоря, чтобы температура ночью просаживалась там до 8-10 градусов мороза. И вот в этот момент они хотят нанести наиболее чувствительный удар по Украине. То есть, грубо говоря, они открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику как таковую, а на энергетику, через энергетику на отопление, да, потому что система останется размороженная, система отопления ее быстро запустить при минусовой температуре, вы прекрасно понимаете, во многих городах будет сложно. И, соответственно, вот этот план, это абсолютно людоедский план, абсолютно продуманный план и так далее. Кстати, тот же Лавров, дивный субъект, конечно, фантастический. Вот когда вы начинаете вот войну... Ровно еще дойдем. Мы дойдем, дойдем. Просто я, знаете, что, вот я слушаю, вот до войны как-то все воспринимали, ну смотрите, министр иностранных дел, большая дипломатическая школа, российская, советская за ним, да, серьезный человек, надо слушать. А вот сейчас ты смотришь, это же реально какой-то... Перья на голове, набедренная повязка. Да, это фантастически, потому что то, что он говорит, это ведь даже не укладывается в логику людей с низкой социальной самооценкой, с социальным статусом, да, то есть я не знаю. Понимаете, когда человек на полном серьезе говорит, мы вам разрушаем, мы им разрушаем энергоструктуру, потому что она убивает русских. Ну то есть, грубо говоря, вы знаете, логика у человека, мы вам уничтожаем отопление в роддоме, потому что отопление в роддоме убивает русских. Ну вы понимаете, насколько... Вот очень важно, вы понимаете, вот я все время на этом заостряю сейчас внимание, потому что очень нормально уже пошли бюрократические процессы вокруг там начала вот этих юридических, поиска юридических формул, да, для спецтрибуналов, спецсудов, потому что никто не будет идти через вот этот международный уголовный суд ГАГи, понятно, будет отдельный Нюрнберг, это понятно уже, да. Вот очень важно фиксировать вот таких как лавров, потому что это феноменальное объяснение геноцидной приводы войны, которую сегодня ведет Российская Федерация. И вот этот людоедский план, я так понимаю, он уже на пике находится, что ударит, когда будет там снижение температуры существенно, для того, чтобы усилить действие. Они же, помните, примитивные, я же говорю, они же настолько предсказуемые, эти субъекты Российской Федерации. Помните, генерал Зима у нас сейчас, вот мы сейчас, генерал Зима поставят на колени украинскую армию. То есть на самом деле они от украинской армии будут бежать, естественно, но на самом деле они хотят действительно поставить на колени, к сожалению, к огромному сожалению. Тут я возвращаюсь обратно к Европе, к Соединенным Штатам особенно, которые молча смотрят за этим, с восторгом так смотрят. Действительно, смотрите, Украина сопротивляется. Мы поможем вам. Держитесь, ребята. Так вот, смотрите, они хотят через генерал Зиму поставить на колени наши роддома, наши больницы, для того, чтобы детки дышали ингаляторами как-то в центрах обогрева, в центрах незлавности, как мы их называем и так далее. Вот мы только что с Романом Светаном обсуждали, почему задерживается удар российскими ракетами, не то чтобы кто-то жаловался. И Роман, кстати, обратил внимание на очень важную вещь, что ведь у России есть еще одно узкое бутылочное горлышко, которое заключается в том, что вот есть такое-то количество кораблей, из которых можно пустить ракеты, такое-то количество ракетоносцев, и, соответственно, это просто не может быть больше ста с чем-то ракет. И он предполагал, что эта задержка связана с тем, что пытается Россия максимизировать эффективность этого удара, уничтожив предварительно украинскую ПВО, что ей практически невозможно. И вот ищет места, удобные для удара, но я боюсь, что вы очень точно предположили, что в условиях дефицита ракет действительно будет максимизироваться эффект от них во время холода.